Книга «Открытым оком», вопрос 1526, 6 том, тема Святая Библия. Какова была причина появления Лота в Содоме? Бытие, 13 глава, 12 стих. Авраам стал жить на земле Ханаанской, а Лот стал жить в городах окрестностей и раскинул шатры до Содома. Бытие, 19, 1. И пришли те два ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома. Проповедь или стяжание материальных благ? Почему при отшествии Лота от Авраама он вначале поселяется у окрестностей Содома, а далее уже сидит у ворот, как право на то имеющий, то есть член городской власти? Отвечает Игнатий Тихон-Челапкин. Рыба ищет где глубже, а человек где лучше. Когда между пастухами Авраама и Лота начались неурядицы, и земельный вопрос легко мог стать Карабахом, не был решен на низших уровнях, тогда его стали отрешать старейшины, тогдашняя дума. Это может быть единственный случай, когда решало столь важное дело о жизненном пространстве не силой, не количеством, не законодательными актами и не земельным кадастром, но полюбовно. И при том, решающее слово был за низовыми структурами, за муниципальным образованием, а не за центром. Богодохновенный Авраам нашел точку опоры, вышел на место, откуда было видно, окрест на десятки километров, и сказал племяннику Лоту. Бытие, 13 глава, с 9 по 11 стих. Не вся ли земля перед тобою? Отдели же от меня, если ты налево, то я направо, если ты направо, то я налево. Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она прежде, нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до си гора орошалась водою, как сад Господень, как земля египетская. И избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую и двинулся Лот к востоку. И отделились они друг от друга. Переселение было чисто из меркантильных интересов, а не из-за спасительности той местности. Лот не искал соседа, а искал подбище. Баадыгаты же всегда в уважении, и их слова, будь умные или глупые, по первоначалу держатся на плаву. Сирахова, 13 глава, 28 по 29 стих. Заговорил богатый, и все замолчали, и провознесли речь его до облаков. Заговорил бедный, и говорят, это кто такой? Если он споткнется, то совсем не извергнут его. Лот, видимо, был добр и покладец, и не брезгал рюмочкой. Может быть, у него были хорошие отношения с окружающими, и его ценили за доброту и мудрость. То, что он сидел у ворот, не говорит, что это было место советников. Может быть, просто отдыхал на лавочке, или вышел побалакать жителями, побалагурить. На это есть веское предположение, что слова его воспринимались как шутка. Бытье, 19 глава, 14 стих. И вышел Лот и говорил с детьями своими, которые брали за себя дочери его, и сказал, «Встаньте, выйдите из сего места, ибо Господь истребит в сей город». Но с детьям его показал, что он шутит. Про вознесение иного грозит ему смертью, а после этого в проповедь вплетаются отзывки этих прошедших поучительных событий, и проповедь еще шире распространяется на незасеянном участке. Деяние, 12 глава, 21 по 24 стих. В назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним. А народ восклицал, «Это голос Бога, а не человека». Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу, и он, был изъеден червями, умер. Слово же Божье росло и распространялось. «Общение с безбожниками и с развратными, матершинниками и наркоманами, курящими пьяницами, ворами и другими мерзавцами даром не проходит». Сирахова, 13 глава, 1 стих. «Кто прикасается к самолету, то черниться, и кто входит в общение с гордым, сделается подобным ему». Лот спасся только благодаря милости Божьей и ходатайству своего дяди, которого он уже обошел прежде в дележке земли. Стихотворение. «Повсюду благовест гудит, и всех церквей народ валит. Заря глядит уже с небес, Христос воскрес, Христос воскрес. С полей уже снят покров снегов, и реки рвутся из оков. И зеленеет ближний лес, Христос воскрес, Христос воскрес. Вот просыпается земля, и одеваются поля. Весна идет полна чудес, Христос воскрес, Христос воскрес. Аполлон, Маяков, Майков.